Друзья мои, всё духовно на земле. Вот реально всё духовно. Вот всё духовно. Вот куда ни повернись, всё духовно. Всё. Вот просто вы должны это осознать в своей жизни. Повернись к тому, кто справа, слева, скажи, всё духовно. И в этом во всём. Садитесь, пожалуйста, милые, на короткое время. У меня небольшая проповедь к вам. Смотрите, вот реально настолько всё духовно, что ты иногда не понимаешь, почему с тобой происходят какие-то события. Потому что за ними стоят духовные проявления. Вся наша жизнь... Мы ехали сюда, и я рассказывал своей средней дочери, что вся наша жизнь состоит из одного удивительного духовного закона. Что ты посеешь, то ты пожнёшь. Вот знаете как, ну или как в переводе, в вольном переводе, в том числе в нашей церкви, что посеешь, так тебе и надо. То есть ты что-то должен посеять, прежде чем что-то пожать. Поэтому просто постоянно, бесконечно, например, приходя к человеку и прося у него денег, ну почему он должен тебе их давать? Почему? На основании чего? Почему, как бы, вот это ты должен научиться сеянию в своей жизни? И речь идёт не о финансах, и речь идёт о удивительном духовном законе. Ладно, хорошо, не об этом речь. Добрый день, доброе утро со всеми. Я со всеми поздоровался. Трансляция онлайн. Кто болеет? Сегодня особенное слово будет у меня для тех, кто находится в болезни, переживает болезнь, не может получить от Господа чего-то. Я хочу, чтобы вы меня сегодня услышали, но мест Писания, ну настолько много, что будем прям бежать прям. Уже давно пора места Писания читать, а я всё в водную часть проповеди говорю. Поэтому, друзья мои, Бытие, 20 глава, где всё началось, там всё и закончится. Удивительный принцип. Если вы хотите, по-честному, я недавно только это понял. Но позавчера, 30 лет читаю Библию, позавчера до меня дошло. Через одного проповедника, которого я перед сном слушаю. Я слушаю перед сном проповеди. Лучше всего ты засыпаешь под проповеди. Не под ситуацию на... Потому что, например, по ситуации на белорусско-польской границе ты не уснёшь нормально. Или там под какой-нибудь... Но под проповедь, это так чётко. Здесь как бы сходятся две. Во-первых, ты засыпаешь, ты весь такой духовный. А во-вторых, твоему сну мешают две вещи всегда. Одна из них – это сила тьмы. И я понял, что с силой тьмы можно обмануть. Ты ставишь проповедь, начинаешь наполняться словом Божьим, и с силой тьмы лучше не мешать тебе спать. И ты засыпаешь. Всё. Но, тем не менее, ну ладно, я просто слушаю проповеди. Это удивительное собрание всяких разных проповедей, всяких проповедников веры. Я не слушаю проповедников, которые говорят в цирках всё плохо, христианство загибается, я выключаю их, и, Господи, пусть они плохо спят. Но я слушаю проповеди людей веры. И недавно я слушал проповеди, и человек интересный сказал, он говорит, если ты хочешь на самом деле понимать библейские принципы, принципы исцеления, принципы процветания, какого-то успеха, принципы веры, то тебе нужно начинать искать первый случай. Вы знаете, первый случай. Я сейчас объясню вам. Всегда в Библии есть что-то, что произошло вначале. Смотрите, он говорит, вначале было слово. И вот если вы поймёте, что вначале было слово, и в бытие придёте и видите, как Бог всё творил своим словом, то в вашей жизни ваша речь очень быстро изменится, потому что вы поймёте, что слово творит. Вы вернулись как бы к истокам вначале. Вначале. И сейчас я хочу рассказать вам и показать в Библии первое исцеление. Оказывается, есть первое исцеление в Библии. Слушайте, есть первое изгнание беса в Библии. Есть первая чья-то проповедь в Библии. И если ты хочешь дойти до истины, тебе нужно к истокам, вначале. И вот первое исцеление, оно было в бытие 20 глава. Но моя сущность, дать вам радость, уносит меня в 26 главу. Но мы в неё нырнём. Но я не знаю, как это сделать, чтобы остановиться. Но тут есть кривая история с Авраамом. И она на века. Я не знаю, как самый лучший в мире Авраам сейчас будет реагировать на мою проповедь. Но я снова прочитаю об одной вещи, которую он сделал. Итак, Авраам поднялся оттуда, куда пошёл? К югу. Ну, постоянное желание моей жены. И поселился между Кадесом, Суромом и был на время в Гераре. И сказал Авраам царе, жене своей. Она говорит, сестра моя. А царе, жене своей. И послал Авимилех, царь Герарский, и взял Сару. Авраам приходит, Сара красивая была женщина, прекрасная женщина. Один из переводов её имени, это такая благодать, это такая вот милость, благодать, которая тебя окружает. И вот Авраам приходит, такие века странные, когда тебе женщина чужая нравится, ты приходишь, мужа убиваешь, и она становится твоей женой. Это такая нормальная ситуация. И он понимает прекрасно, что какие времена он живёт, и он ей говорит, послушай, Сара, давай это, скажешь сестра. Я вот не думаю, что у меня жена так когда-нибудь поступит, даже если я буду ей сильно просить. Ну, может быть, где-то когда-то, когда будет уж прям какая-то угроза жизни, ну, здесь просто он говорит, ну, сестра и сестра. А чего вы не похожи? Да похожи. Вот. Ну, уже один в один. Ну, только весом разный. И вот, значит, что пришло? И Авимилех, царь, он говорит, ой, сестра, прекрасно всё, берёт её себе. Всё по-честному. Авимилех, ты что плохого сделал? Ну, царь того времени сказал, Сара, пойдём. Она не сопротивлялась. То есть не написано, что нет, я не пойду, я буду с братом. Вот, нет, ну, брат, брат. Ну, ну, он говорит, ну, он подошёл ко мне недавно, так сказали. По-братски брат. Вот, ну, вот он, по-братски брат забрал её себе. И пришёл Бог к Авимилеху ночью. Во сне. Я не знаю, что делал Аврам в этот день, в этот вечер. Ну, я, я, ну, давайте уж как есть. Будет шоу у нас сегодня с вами. Я не знаю, что Аврам ночью переживал, когда Сара ушла с Авимилехом. Она ещё мигнула ему. Ну, с царём. У любой женщины поедет крыша. Вот, ну, в общем, он, он, он на колени, он молится. А что ты не пошла? Вот, ну, ну, в смысле? И он, он пошёл, всё в порядке. Вот, и пошёл, и пришёл Бог к Авимилеху. Богу пришлось защищать Аврааму. Ну, не Авраама. Тут как-то вот, знаете, я вначале рассуждал, думал, а как вот всё вот так-то, вот так-то? А потом понял. Я вам в конце объясню. И пришёл Бог к Аврааму, к Авимилеху ночью во сне сказал ему, вот ты умрёшь. Не при делах, он в ванной стоял, брился. В смысле умру? А я-то что? У вас бывает такое? А я что такого сделал-то? А что так все вдруг в моей жизни плохо-то? Многие из нас с вами иногда, просыпаясь утром, приходя на работу, еще куда-то, понимают, ну сейчас вот если все это произойдет, я же умру. И эти обстоятельства жизни вдруг сваливаются на Ави Мелеха, не имеющего никакой темы с чем-то что-то. Ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Бог рассказывает. А это я вам скажу, мужики, это всегда так будет. Ну будет всегда в вашей жизни. Вот вы что-то гаситесь, какие-то, ну там какие-то схемы придумываете. Потом Бог придет к тем, кто из-за вас пострадал, и скажет, о, это он. И у вас шапка в это время горит. Там так будет всегда. Надо сразу, ну, признаться, там что-то сделать. Мы недавно всех трех детей посадили так вот в рядок. Кто взял две тысячи рублей? Никто. Получается я. Ну, или что, или она сама у себя их скрала. Не знаю что. Я потом смотрел умных психологов и неумных психологов. Ну, если ты оставляешь деньги просто, ну, и дети бегают от 8 до 10, до 20 лет, и они их заберут обязательно. Они заберут. Это ты просто, ты виноват. И на самом деле так и получается. Есть целые прямо, ну, правила, свод правил. Ты виноват. Ты виноват. Потому что у нас летом вообще был замечательный случай. Соседка пришла и деньги нам внесет. Соседка наша напротив живет. Деньги принесла. Я говорю, а где ты взяла? Дочь ваша ходит, всех угощает. Это, там, в Бристоле. Я говорю, чем хоть? Да, говорит, мороженым пока. Вот, ну, и другое ей не продали, что ли, не знаю. Вот она взяла деньги, ага, ага, все, пошла. То есть это, они даже не виноваты. Но я бы хотел, чтобы они признались. Чтобы понять, от кого прятать или кому записать это в долг, когда вырастет, отработает. Но никто не виноват никогда. Это наша основная проблема. Никто не виноват. Но жизнь, она тебе все равно догонит. Аминь, жишь. И вот, Авимилех же не прикасался к ней и сказал, Владыка, неужели ты погубишь невинный народ? Он говорит, вот там он понял, что всем конец. Там как-то так было все жестко. И он сказал, не сам ли он мне сказал, что это сестра моя? И она сама сказала, он брат мне. И я сделал это, и, говорит, в простоте сердца моего, и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне, я знаю, что ты сделал съев в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мною, потому не допустил тебя, чтобы ты прикоснулся. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, непременно умрешь ты и все твои. Ты и все твои. И знаете, я смотрю и думаю, ну, смотрите, ведь вот если справедливость человеческую взять, то получается какая-то нечестная история. Авраам еще в этой ситуации оказывается пророком. Ну, и ты думаешь, да что ж такое-то? И вся ситуация, она прям кривая. Ну, я не знаю, вам, вы понимаете, что она кривая? Или только один я думаю, что это ненормально. Ну, мы видим, что он идет к Аврааму, и там дальше ситуация развивается удивительным образом. Он возвращает цару, и знаете, что делает еще? Он ему дает крупного, мелкого скота, денег, всяких разных, всего остального, и Авраам за него молится. И болезнь отступает. Это первый случай молитвы за исцеление. И он вот такой. Он не такой, что пришел человек к Аврааму, сказал, ты муж Божий, я постился 40 дней, теперь болезнь должна отойти от меня, молись. Какая-то кривота, но исцеление происходит. Происходит исцеление, и в этот самый момент, что это для нас? Мы сразу ныряем в объяснение, потому что в послании к Коринфянам апостол Павел говорит, это Ветхий Завет для нас сейчас не просто прекрасная история еврейского народа, это образы, которые даны нам, чтобы мы, включая свою логику, свой мозг, или выключая его, приходили к выводам о нашем исцелении. О нашем исцелении. И здесь очень важный момент происходит, когда мы видим, что во всей этой ситуации значение не имеет история сама. Во всей этой ситуации имеет значение желание Бога прикоснуться и исцелить человека. Потому что он говорит, я знал, что ты, тут как бы ни при делах, я тебе не дал прикоснуться. И соответствующим образом иди к Авраму, пророку. Здесь срабатывает миллиард всяких факторов. Вот представьте, Абвимилеха, он бы был злой на Аврама, но на самом деле, зная, что Аврама его так подставил. Ну, конечно. А нет. А знаете почему? Потому что на Востоке есть очень важный принцип взаимного уважения. Если сказали, что человек пророк, если Бог сказал, это пророк, верни ему жену, то ты не просто возвращаешь жену, ты еще отваливаешь ему богатство. По какой причине? Он же тебя оттолкнул почти на смертельное. Ты вроде из-за него заболел, но вроде из-за него все произошло. Он как бы во всем виноват, но это не имеет никакого значения, если ты внутри себя понимаешь, кто есть кто. Одна из причин, основная причина, почему мы не можем исцелиться, это мы доказали себе, показали на практике причины, почему нет. Потому что мы согрешили вот в этом, потому что мы согрешили вот в этом, потому что мы согрешили вот в этом. Вторая причина, по которой мы не можем исцелиться, это причина, мы не видим человека, который мог бы за нас помолиться. Огромное количество людей ездят к каким-то пророкам в Африку, ждут каких-то конференций, едут к каким-то особенным волшебным людям с каким-то особенным даром, а в церкви мы не можем друг друга воспринять адекватно. Потому что, ну, потому что как-то знаем друг друга давно, потому что привыкли, ну, вот этот, вот этот косяк, вот за этим и этот косяк, за этим и этот косяк. Слушайте, если бы Авимилех на основании косяка Авраама относился бы к нему, то никакого исцеления бы не было. Он бы подорвался бы ночью и сказал, пока не умер, пойду убью этого типа, который меня подставил. Вот так поступаем мы с вами. Но он внутри себя принял человека с его ошибками, с его проблемами, с его трудностями. Я даже вижу иногда, вот мы начинаем какую-то молитву, там пасторы стоят, лидеры команд 12, и я прямо вижу, как люди, ну, реально выбирают, кому пойти. Знаете, в чем причина? Потому что мы в других не уверены, но это мы внутри себя решили. И может быть это, ну, плохо, неплохо, я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что мы внутри себя должны научиться принимать жизнь такую, какая она есть, и людей такими, какая она есть. Да, Авраам накосячил. Да, Авраам сделал какие-то неправильные движения. Но он все равно пророк. И за словом ты идешь только к нему. Это, знаете, это как, ну, вот, да, лидеры церкви, первые ряды, вторые, третьи, четвертые, пятые. Да, они живут косячно. Не так, как ты, конечно, живут, намного более косячнее. Но, тем не менее, они вот так вот тут поставлены Богом. И поэтому, когда ты у себя в коробке что-то переключаешь, в твою жизнь приходит Божие благословение. Потому что есть принципы веры, где в Библии очень интересно написано, что когда сотник подошел к Иисусу и сказал, у меня слуга болеет. Он говорит, я пойду исцелю. Он говорит, не надо никуда ходить. Он говорит, помните эту историю? Большинство из вас, вы должны ее слышать были, ну, вряд ли вы ее помните, но прочитайте дома. Но суть в том, что там есть удивительная история. Он говорит, я подвластный человек, имею у себя в подчинении людей. И он примерно говорит, мне говорят, иди, я иду. И когда я кому-то командую, он идет. Это принцип такой в армии прекрасного. Иисус, знаете, что сказал на эту тему? Он сказал, и в Израиле я не увидел такой веры. Оказывается, это принцип веры. А не важно, какой это сотник, хороший или плохой. Важно, что он подотчетен, и он может тебе что-то указывать. Мы с вами сейчас попали в такую яму. Мы попали в яму. Я недавно услышал такую историю. Люди из нашей церкви, в том числе, ходят к психологам. Ну, нормально. Нет, ходить к психологам нет никаких проблем. Четыре с половиной тысячи рублей за час. Я что-то слушаю, думаю. Это. И там им поправляют семью. Слушайте, все вы драгоценные, кому я поправил семью? Вам номер карты дать моей? Ну, не, ну, правда. А знаете, почему? А знаете, почему? Почему? Ну, а что я пойду к Шаровым? У них же бесплатно. Я пойду к психологу. А то, что психолог сам незамужний или там 500 раз разведенный. Я говорю, помните, когда нас пастор любит говорить? Я все знаю и научу вас, как в семье жить. У меня 7 раз была семья. Вот. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы поменяли ценности. Психолог, какой-то мифический психолог, который... Я не против, не за психологов. Я сейчас вам объясняю ситуацию. Я просто хочу вам рассказать, что у вас в церкви есть люди, которые прожили по 30 лет в семье, там, по 20 лет в семье, и соответствующим образом у них есть опыт за плечами. Более интересный, чем психолог. И поверь мне, домашние задания, которые ты получаешь у психолога, а я знаю, как все это происходит, много раз слышал. Сам пока еще не ходил. Но суть в том, что там дается задание на день, там ты подсаживаешься на эту тему, и ты выполняешь. Да я тебе надаю задание на дом, чтобы твоя семья сохранилась. Я прямо раздаю эти задания. И это даром. Но никто этого не собирается ценить. Зачем? Мы поем туда, там отдадим какие-то деньги, пожертвования. А здесь, я знаю людей в церкви, они прям за зарплаты пастора следить готовы. За каждой строчкой куда-то бензин он тратит, и он 50 рублей дороже, чем лимит. Ну-ка, почем он заправляется? А что это на 95-м ездит? Пусть 92-й использует. Но мы видим здесь удивительный принцип. Не важно, что кто сделал. Важно, что он Богом объявлен пророком. Поэтому Абимилях марширует к нему, приходит, еще извиняется за жену-сестру. Отдает ему денег. Теряет в финансах. Но что получается в своей жизни? Исцеление. То же самое. Послушайте. Мы мучаемся от коронавирусов, от их последствий. Мы мучаемся от исцеления. Почему? Мы загнали себя в какие-то рамки закона. Этот за нас не может помолиться, что он сам такой. Этот не может так. У меня случай был удивительный в жизни, когда, не знаю, не помню, рассказываю я его или нет. Но я на похоронах моей мамы запретил алкоголь полностью для мирских всех родственников. Ну, не то что, не для всех. Не только для мирских. И, а мы, нам можно было. Вот, ну, а мы, я запретил. И, знаете, все было нормально. Вначале я запретил обряды. Там нужно было, мы живем, я живу на Бару, в такой деревне, и там есть безумные традиции, абсолютно безумные традиции. Там нужно было какой-то батон реально крошить перед гробом, какой-то кирпич положить в гроб, что-то вот, что-то мести. И они ходят вокруг меня, вот эти мои полуязыческие родственники, и придумывают все эти ритуалы. Я же сказал, ничего не будет. И, знаете, они были, они согласились, ничего не будет. Я говорю, и водяры на поминках не будет. И вот тут прям, да, да. И я, 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 я не знаю, что делать. Вот они засели у меня, прям, ну, ну, нелепая ситуация, они засели у меня дома, в доме, внизу на первом этаже. И не уходят, орут, орут, и орут, только вот бригодироваться не начали. Я что подумал? Я пошел к их священнику. Есть там батюшка православный из Дивеева, он переехал, его попросили на Бару один год помочь. Десять лет вот он с Бороди не может никуда выбраться. Но Бород такое место, оно засасывает вообще прям. И он, он вменяемый, удивительный человек. Мы с ним пообщались, все, я говорю, слушайте, мамуль хотел, вот пойдемте со мной сходим ко мне домой. Мы, значит, с ним встали, я говорю, слушайте, давайте обсудим, на берегу договоримся, мы идем с ним. Я говорю, слушайте, у нас вера там, все, Господь, все, мы все с ним, все соприкосновения нашли. Я говорю, ну, я решил запретить вот эти вот, он, слушай, это супер, если ты готов до конца переть. Я здесь, говорит, ничего, это запретить не могу. Они меня, говорит, этими кирпичами, которые надо в гроб класть, забьют. И говорит это, я, говорит, согласен, что это какой-то, ну, нет нигде этого, тут это какое-то борская вот эта пойма какая-то странная, аномалия. И, ну, и моста-то не было, люди сами по себе жили, вот, ну, придумывали там все. И им не сказали, что цивилизация-то есть, вот, и они до сих пор в Ашан не ездят, вот, ну, на рынок ходят. И здесь, ну, и мы с ним заходим, я говорю, слушайте, и, слушайте, и главное, ну, я решил запретить алкоголь. И он такой, ну, давай попробую. Мы с ним пришли, встали вот так, я им опять, они, а-а-а-а-а-а-а-а-а, я говорю, ну, сейчас выступит ваш, представитель вашей веры. Он, значит, такой встает, я согласен с Вадимом, он сын, мы отказываемся от этого, от этого, и он имеет полное право запретить алкоголь. Вы не представляете, они вот как вот, знаете, вот как в фильмах, башня вот корабля стреляет по мне, они прям, ты кто такой? Вот знаешь, это, ну, ты че, вы сами там трескаете, нам не даете, ты че, ты кто такой? А не, давай на него. Он вот так поворачивается на меня, а он такой священник, он с бородой, он такой авторитетный дядька. А я, вот, он такой ко мне поворачивается, я так на меня смотрю, и он, секунду, он вот так вот. И я говорю, а че, че вы смотрите на меня, а это ваша паства, вот, ну, знаешь, я, ну, я, и ты, знаешь, и ты, никакого уважения, никакого уважения, ни к этим, ни к тем, ни к смерти. Да, главное, чтобы у нас, мы должны на порота, мы должны, вот это все сделать, зачем, к чему вы лезете, почему вы не можете, почему вы, люди, не можете принять простоту во Христе, почему вы не можете, просто, не разбираясь. Ученики подходят к Иисусу, найдите телефон, вот, сейчас звонить должны просто, по-важному делу. Ученики подходят к Иисусу, вот тоже, это все всегда одинаково, они подходят к Нему, говорят. В Матфея 12, что ли, 10, что там в 12-10, сейчас подкрутим проповедь под это, вот, все правильно. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисусу, чтобы обвинить его, можно ли исцелить в субботу. Они говорят, что там, вот, можно ли, нельзя, вот это все вещи. И он говорит им, 12 стих, он говорит, ребят, вот, нет, в 11-й, все верно, все верно, 11-й, да. Он же сказал, кто из вас, имея овцу, если она упадет в яму, не вытащит ее, ну, в субботу. Он говорит, слушайте, вы цепляетесь к каким-то вещам, исцелять в субботу, не исцелять. Упал в яму человек. Вот в церкви человек ходил, ходил, ходил в церковь, раз что-то плохое с ним стало. А, все, сейчас Бог его, смотрите, будет карать. Он в яму упал, мы с вами должны вытащить его. У человека сухая рука, он мучается всю жизнь, Иисус мимо идет. Ну, что он теперь, чтобы вы поняли, Иисус не приезжал на машине в поселке. Он заходил в поселок один раз. Один раз он заходил в поселок. Здесь он мимо шел, он больше бы никогда в жизни не пришел в этот поселок, потому что он, времени не было, он должен был все обойти. Он не возвращался, он только в Иерусалим по кругу возвращался, потому что это был совсем другой принцип. Но в этот поселок он зашел один раз. И если бы он ушел в субботу, то этот человек так и остался бы с сухой рукой. Зато все остальные бы сказали, зато субботу мы соблюдали. А этот бы ходил с сухой рукой и лупил бы их всех этой рукой, за то, что они не дали ему исцелиться. Потому что концентрируемся на каких-то деталях. Смотрим, он выходит, слепорожденного встречают. Я не буду сейчас искать в Библии, но там есть это место. Он выходит, ученики подходят. Кто согрешил? Он или родители его? Какая доктрина должна быть? Какая доктрина? У человека глаз нет. Он говорит, не те, не другие. Сейчас важно, чтобы на нем явилась слава Божья. Какая разница, кто, из-за чего. Мы с вами начали начало исцеления. Авимилех вообще в кривой ситуации. Но все вокруг все исцелились и пошли дальше. Ну, а Авимилех был умный. Он в 26 главе, в 26 главе Бытие, встречается с сыном Авраама. Прямо вот 26, Бытие 26-7. Вот откройте. Это вообще просто прекрасная история. 26-7. Сейчас я тоже у себя открою. И жители вместо того спросили о Ревеке Женеево. Он сказал, это сестра моя. Что дальше он сделал? Ну, чтобы не убили меня, думал, и жители вместо того за Ревеку. Смотрим дальше. Умный человек, в 8 стихе наученный общением с этими людьми. Ну, когда он уже много времени там прожил. Авимилех с архилистинским. Посмотрел в окно. Он такой, пойду-ка я гляну. Отсознал. Был у меня как-то дело. Позвоночник заболел. И он говорит, и он еще Исаак играет с Ревекой своей, женой своей. Там не играет написано на самом деле. Вообще не то слово там. Совсем другое. Потому что не ты определишь, играет когда человек, а жена это не жена. А тут такая-то игра была, которая была явно показана, что это жена. И призвал Милеха, ты что, жена твоя? Ты что творишь? Ну, ты что? Он там, ну, я там, здесь огня, а теперь все. Я болеть больше не хочу. Если только за Спартак. Вот, но поэтому здесь, это второй принцип важнейший, который нам показывает с вами, что мы должны чему-то научиться. Помимо того, что мы с вами получаем какие-то вещи в нашей жизни, как исцеление, мы должны уметь это исцеление удерживать. Мне ко мне пришла недавно одна замечательная сестра и говорит, я, вот у меня давление. Давление. Я говорю, ну, муж у тебя, да, сложно с ним жить. Она говорит, нет, у меня давление в сосудах. Я говорю, ну, оно связано, в том числе тоже с твоим мужем, но оно также связано там с этим, с этим, с этим, с этим. Ну, разберись, вот с этим. Сказали простые вещи. Вот это надо не есть, а вот это надо есть. Бегать, в ростал ходить, ну, какие-то излишки там убрать из жизни. Помолились, давление наладилось. Что дальше происходит? Если человек воспринимает информацию, идет дальше, то следующая встреча с Исааком и чьей-то женой приводит к тебя к правильным выводам. И ты, сбросив лишний вес, сбросив какие-то, убрав излишества, нормализуешь себе давление. Если ты этого не сделаешь, то после молитвы, когда твое давление нормализовалось, ты опять то же самое на те же лыжи встал. Что в твоей жизни произойдет? Тоже давление вернется. Потому что Писание говорит, с лукавыми я поступаю по лукавству их. Все очень просто. Это жизнь. Она вот такая, наша с вами жизнь. То есть, если ты, я прихожу в семью, я говорю, вот, знаете, за четыре с половиной тысячи рублей, я бы сказал четыре пункта, но за бесплатные, я говорю, два пункта. Я говорю, первый пункт, вы должны, первое, вы не должны, ну, это мои принципы. Я сам для себя их выработал. Не хотите, их не следуйте, тогда не приходите ко мне. Я говорю, нельзя, ну, уходите из дома. Он не такой принцип. Ну, не можешь ты, ты вырос, психовались, разругались, и он, знаете, есть такие, знаешь, ну, эти, как их называл раньше, ну, ходоки вот такие вот. Вот он, я сам такой был. И я пошел. И я вокруг дома хожу, и думаю, что ей там плохо. А ей вообще отлично все. Наконец-то он ушел, я могу поспать. Вот, но он дрыхнет, я все время думаю. Она, я все время мечтаю. Знаешь, что я все время думал? Я ходил как-то вот так кругами зимой, доказывая тебе, что мне плохо, я не одет, без шапки, вот. Я все время думал, что она в окно так все равно, но выглядывает. И так переживает. А, что там с ним? И только через 10 лет я узнал, что ей вообще было пофиг. Прям наплевать было. А я хожу. А в это время, когда ты уходишь из дома, на твое место приходит дьявол, который, прямо, знаешь, ложится рядышком с ней, и она такая, вот урод. Он, я тебе говорил, да, да. А вот. Ну, я сейчас не от твоей мамы, вот, но это, но я имею в виду, что ты просто лежишь и подтверждаешь все свои мысли. Все свои мысли, они подтверждаются, вот да, ты в это время, а там надо-то всего. Поэтому я говорю, ненавидьте друг друга в одной постели. Ненавидьте друг друга спина к спине, там вот это вот одеяло, веребаруете, все. Не уходи, не уходи. На твое место придут трудности. И второе, убрать слово развод. Нельзя, ну, не нравится разводись, найди другую, другого. Вот это слово, все их эти, так называемые, синонимы, не надо. Их надо запретить, даже если ты хочешь сказать. Их надо запретить дома. У нас дети, наши дети, слово развод не трактуют иначе, как обман. Но развод, они ни разу не слышали в наших разговорах, даже сложных разговорах, основанных на повышенных тонах, слово развод. Мы, это нельзя, это слово, оно творит. И ты, я делаю два принципа, вот это и вот это. Нравится тебе, пожалуйста, продолжаем дальше тебя консультировать. Без полотно. Не нравится, иди придумай тех, кто надо уходить, надо убегать, надо разводиться. Таких консультантов тоже полно, никаких проблем. Но я буду говорить вот так и настаивать на этих принципах. То же самое, друзья мои, здесь он научился, а в милях, и больше не болел.